ты его скорее всего вызывал как вот эту часть то есть ты сюда передавал функцию консульта в данном случае ты передавал таким вот образом ты по сути передавал функцию потому что лог является функцией в данном случае ты ее не вызвал соответственно она является просто переменные передается сюда а в него да в него ты можешь дальше все остальные параметры передавать как есть они будут переданы как как просто как параметры все все вот это последующие будет передано вот сюда по аналогии то есть по сути будет такая вот запись что они все попадут вот сюда вот ты просто передавал сюда именно как не как перемен не как функция именно как переменную в этом случае вот да он просто таких и вывел но такой нестандартный шаблон на использование обычно проще всего сюда передать свою функцию и внутри этой функции уже сделать нужные тебе вещи вот когда ты контролируешь тот процесс что происходит потому что у меня по-другому не получалось в твоем примере там где ты с этой могут вот объявил анонимную функцию но но тебя без параметров а вот попробуй туда передать параметр какой-то наш те тоже получается заблочит как и меня нет я тоже придется писать так и ко мне нет потому что в данном случае я передаю именно arrow function как как параметр вот это аналогичная запись концу допустим что и стрелочные функции ты 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 в нее никаких параметров не передаю ужас и мы сейчас проверим того как она работает вот я сохранил по сути у меня здесь пустая строка потому что я тут ничего не вывел давай вай 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 вот вай 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 хорошо теперь я как это работает типа я хочу здесь еще ожидать какие-то параметры допустим первым параметром для шоу парам один вот и хочу его меня выхать его делать сейчас разберем сохраняю вай 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 и on the find работает почему работает потому что я сюда передаю его не как функцию а как ссылку на функцию как переменную просто то есть я ее здесь не вызываю никак если я здесь напишу вот так вот он мне будет говорить о том что вот эта вот часть не является функцией вот и говорит о том что callback мазби мазби type of function то есть не должны это кажешь да можно сделать хитрость как это еще дальше делается с arrow функция нами то есть мы можем сюда прокинуть всякие разные замыкания тоже еще об этом поговорим в этом случае что произойдет мы нашу переменную вызвали как функцию внутри данной функции нас результатом является функция то есть функция возвращает функцию вот которая работает со своими параметрами в этом случае у нас не будет ошибки вот он будет выполняться его точно так же второй момент что мы можем как и ты передавать сюда дополнительные параметры то есть парам фрон арк аркс вот таким то образом не попало сюда не попало потому что тут надо ее вызвать накажу здесь парам 2 для того чтобы сейчас поэкспериментировать вот она парам фон ров аргумент но сложный пример давай попроще сделаем потом потом дальше еще об этом поговорим то есть я сюда передал за он передал сюда значение как переменную обычно переменная данная является уже функцией почему и удобство этих arrow функшенов вот то что ты их можешь прям inline объявлять минуя вот эту всю переменную ты можешь передать вот сюда то есть это будет просто аналог вот это вот этой все записи то есть в этой в этот параметр передастся ссылка на какую-то анонимную или стрелочную функцию которая будет вызвана по коду по логике где-то там внутри у таймера а туда дальше будет передаваться какие-то параметры дополнительные то есть вот таким вот образом но рассказал мне он примерно понял ну как бы т.д. я до этого еще как-то посплю дойду меня в принципе наверно и скалбеком такая же проблема была что я пытался туда впихнуть функцию со скобками и меня как бы за шкафами нельзя если ты если ты туда продаешь что-то со скобками то есть вот таким вот образом то нужно предполагать что вот эта вот часть твоя функция должна вернуть именно функцию какую-то обязательно то есть результатом этого вызова потому что первый параметр в сет тайм-аут требует функцию в данном случае ты помещаешь сюда результат то есть это вычислимая его вызываешь он отрабатывает он не передается туда как переменная потому что ты ее вызвал если напишешь вот так вот то это уже будет как переменная и она не вычисляется она передается сюда сразу же и тут будет конс давай так он с вот таким параметром то в этом случае тоже будет все работать мы можем тут написать конце блок это вот это потому что я сюда и передал как переменную не как функцию а именно как переменную а если я напишу здесь скобки вот такие вот ничего не будет работать она не будет работать проходил да она не будет работать по причине того что я сюда поместил результат данной функции а в данном случае результата у нас никакого нету я могу написать допустим ладно где здесь резалт допустим 10 это return 10 и он не говорит о том что видишь поменялся текст то есть callback должен быть функцией а получим и полученный результат это типа number 10 беда с тем что ты скажем так здесь вызвал функцию она вернула результат интерпетатор вычислил здесь я согласен здесь я как бы понял а когда ты передаешь типа функцию как переменную тут у меня за тут можешь теорию мы уже по этому поводу общались не можешь не использовать пока стрелочные функции можешь описать именно прям функцию для удобнее это порт да да пофиг ну какая разница ты он эти самые тест написал без скобочек это что то же самое ты придал функцию но вот здесь сейчас скобочки убрал правильно да ты передал функцию но но не функцию переменную то тут как бы оказать этот момент когда у нас тут именно это будет такой прикол что если ты не пишешь название функции но без скобочек то уже автоматически указатель или когда да это фишка не типа таким образом отличается то есть я могу вызвать именно его скрипте в других языках не так в других языках ты должен явно ну точнее не так сломал других языках точно так же ты объявляешь определенного рода переменную который ты должен предполагать ты либо ее передаешь как параметр куда-либо либо ты передаешь ее как вызываешь ее как функцию отличие от передачи в виде параметра и функции заключается в скобочках после перед после указания названия то есть это в данном случае просто банальная переменная то есть мы то вот мы мы ничего они не знаем вот там где-то вверху она то в данном случае я ее предполагаю что это будет просто переменная если я тут напишу скобочки то в этот слуг в этот момент это переменная становится функцией и язык будет ее попытаться выполнять почему именно так то есть если я напишу здесь строку тест и вызову его таким вот образом то есть видишь как бы ошибок тут нету ничего никто не подсвечивает и нажму даже сохранить и он не что мне скажет что тест не является функцией типа вот это вот в данном случае левая часть не является функцией ею вызвать не могу просто это это уже специфика джала скрипта мы можем вызывать все что угодно и то есть без явного указания типа в других языках он тебе скорее всего скажет о том что типа нужно переменная типа нужно указать переменную а так как он еще будет скорее все типизирована это еще скажет что это не функция типа я тебе на уровне еще написание кода скажет что типа не вызвать ее нельзя потому что это какая-то переменная типа там такого-то такого-то джаваскрипте такого нету поэтому вот вот так вот мы можем строку вызвать как функцию можем переменную вызвать как функции что я вижу я скорее всего заблуждаюсь у меня что-то казалось что типа в других языках там тест обычный это типа его как ты лишь тест равно 10 это переменная от с со скобочками то функции не никак не связаны возможно я ошибаюсь вот но это как бы нет они здесь не связаны по сути это это на уровне твоего решит тест это же указано или получается на функцию ты со скобочками да но они явно не связаны значит все нет то есть есть указатель на эту функцию что в этом случае будет суды в этом случае это обычная переменная то есть мы часто объявили как ударочный камин вот что ее отличают от функции то что у нее здесь какое-то конкретное значение установлено то есть как-то это посчитано рассчитано или еще что-то вот но я могу я допустим сюда передать видишь ну типа работает могу ее попытаться вызвать но мы уже определили что здесь не нельзя ее вызвать тебе здесь и можно только передать одно передать на давай уже стиль упростим функционал простим кусочек кода мы все все остальное мы еще раз напишем не проблем что в этом что в этот момент произойдет интерпретатор дойдет до строчки 3 для себя объявит переменную тест поместит меня значение 10 потому что это обычный обычное простое значение дойдет до строчки 5 и увидит что мы переменную тест пытаемся вызвать как функцию он попытается интерпретировать данную переменную как функцию и попытается ее вызвать передать туда какие-то параметры в этом случае него не получится он скажет о том что тест не является функцией потому что мы взяли какую-то тут дичь написать значение просто если мы ее здесь поместим вот такое вот значение стрелочную функцию то есть это у нас переменная в которой по будет помещен вот такой вот результат то в этом случае вот этот результат уже будет являться функцией переменная тест будет в себе хранить указатель на функцию соответственно я ее могу вызвать то есть в этот случай он не вызывается просто ничего не делает но все работает но если я уберу скобочки то я буду ее использовать как обычную переменную то есть брать как указатель на содержимое точно так же как и в данном случае это указатель на содержимое в данном случае 10 а в этом случае это указатель на содержимое стрелочной функции то есть на саму стрелочную функцию какую-то так я извиняюсь а вот сейчас к этому ли концу лох или той-той ну type of наверное он вернет что эта функция вот что сейчас в переменной тест хранится вот именно в переменной давай посмотрим в данном случае будет под type of хранится что эта функция у нас type of хорошо а если type of type type of убрать то что он весь type of у брони в квадратный скобочках напишет функция и скажет что это анонимус в данном случае не анонимус потому что мы мы тут присвоить как только были назначены сам указатель этот мы не увидим мнению не прочитаем само значение жало скрипте ты не получишь то есть это нету какого классических языков что ты можешь получить какое-то 16-ричное представление указатель на функцию плюс мы этого не получим такого нет тут и просто в момент исполнения интерпретатором он знает о том что эта функция все это для него достаточно и от тебя он ничего не показывает то в другом случае то же самое смотри если мы напишем вот таким вот образом тоже функция и она будет как значение для переменной тест вот все то же самое то есть ничего я не отличает а если мы здесь напишем 10 то это уже будет типа как значение как обычное значение дальше что мы еще можем сделать мы можем написать функцию тест в этом случае прямо это будет явная функция да он будет говорить о том что эта функция продолжать а если мы ее вызовем вот таким вот образом то он будет пытаться ее вычесть вычислить ну вычислить выполнить ее и получить из нее результат а потом результат уже поместит в конце блок в данном случае будет undefined потому что мы ничего из данной функции не возвращаем то есть нас нету здесь ретерна никакого если с вычислением ретерном и за значением как бы да понятно с этой самой теперь переменной как бы немножко был за тут ну думаю что привыкну ну то есть как смотри как бы тебе еще так ненавязчиво объяснить можно можно подытожить так в java скрипте все является переменными все отличает переменную от функции это то что ты ее пытаешься вызвать но заведомо ты можешь не знать о том что эта функция ты можешь попробовать вызвать и получить ошибка о том что твоя переменная из ноты функшн в этом случае а вызвать попытаться ты можешь все что угодно тебя здесь язык не ограничивает в других высокоуровневых теле типизированных языках там ведь точно будет определен тип он тебя еще на уровне до до компиляции просто на момент написания кода он тебе скажет что данная переменная не является функцией этом допустим вызвать нельзя или наоборот и что ты можешь вызвать то есть ошибки никакой не будет все зависит от того как она была объявлена в java скрипте из-за того что нету типизации изначально они все переменные все вообще все переменные да типа образно вот и отличие одного одного другого переменной от функции это является вот эти вот скобочки которые мы здесь ставим в конце в этом случае она это переменную мы будем подразумевать что это функции будем пытаться его вызвать вот и все типа то есть изначально все переменные а лишь скобки определяют ее назначение типа эта функция или просто переменную то в этом случае мы можем ее передавать допустим как параметру другую функцию как как колбек там передавать допустим выводить ее вот как в данном случае в консоль нам там будет говорить нам тип то что это типа функция там так далее либо проверять допустим тип значение внутри давай тайпов пишет строковая что это function вот и так далее а когда мы вызовем вот даже в данном случае он попытается вызвать ее функцию вернет оттуда результаты потом проверить этот результат и он данном случае напишу что это он define потому что он define да это он define ну да если ничего не вернул поэтому тип такой то есть в жава скрипте все параметры лишь скобки определяют отличие между функцией и параметром переменной 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 точно как-то так конс тест это будет какое-нибудь значение он с пускай будет 2 1 уже для полного счастья вот в чем чем их не прикол вот тебе теперь к тебе вопрос кто ху ху исху опять же тут то где немножко не догоняю путаюсь но как бы первое понятно переменная вторая вторая это как бы результат наверное действия функции хотя нет это фу нет эта функция присваивается то не вызовешь получается но он со стрелочная то я тут как со стрелочной а тут но бусую но все равно 3 ты в итоге сказал правильно здесь ты и объявил и выполнил но это получается би объявил выполнил в одном лице насколько я понял понимаю строчка номер 5 до как не они 4 4 4 что да да видно 4 я это только это все объявление здесь ничего не вызывает подсказка давай тогда еще раз по порядку пройдемся сверху вниз это переменная присваивание переменной в значение в переменную до третья строчка четвертая ты объявил какую-то функцию эту функцию присвоил переменной тест 2 вот получается так как мы с тобой тоже поговорили она содержит содержит ссылку на эту анонимную функцию правильно вот которую ты можешь куда-то наверное передать без скобочек ну тест 3 наверное то же самое просто запись другая правильно ну а функцию этот просто как бы объявление да то есть и по факту все вот эти четыре строки являются объявлениями переменной ну туда на данном случае конкретика что это не переменная что это конкретно функция чисто подсказка для нас но по факту это тоже самое переменная и объявленная вот как выше то есть это одна и та же запись по сути на против такой пример скроверку скрипта в жава скрипте я себе запишу больше к нему не возвращаться никогда выцарапаю возьмем на мониторе был святой предполагал витя указатели функции не говорить никогда положить положить трубку сразу как там еще раз типа пи 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 давай еще раз подытожим проще запомнить то что в жава скрипте это все переменные у нас изначально вообще все и те же самые объявления этих функций функцион тест функцион ладно про пускай будет тест функция тест это по сути тоже переменная с каким-то значением образно то есть переменная тест и в данном случае то же самое что когда мы создаем тест допустим 2 и устанавливаем ему вот такое вот значение то мы тоже создали переменную в которой поместили значение виде в данном случае правой части в виде функции отличие функции от переменной заключается в скобках и передаваемых параметрах то есть если мы ее вызвали вот таким вот образом вообще написали то это обращение к переменной к значению переменной не к самой функция именно к значению что что это за что это что под ним там хранится то ли функция то ли простое значение то ли еще что то вот так вот и допустим x1 x2 x3 то это уже вызвали как функцию и передали туда параметры она может быть с параметрами может быть без параметров в зависимости от необходимости вот все остальное все остальное на этом и строится то есть все переменные а то функции вот вот таким вот образом так понять не стало чей все еще плохо да не нормально нормально хорошо это радует потому что у меня сломалась что-то внутри так но нефть он был опускать слона в посудную лавку но зато видишь подтолкнул на разные на разные мысли как это шляпа работает